Я думаю, что уже нет нужды представлять. Впрочем, нет, есть нужда. Все-таки первая леди Литвы. Я не уверен, что все в Литве это знают. Неда Молновичута, Неда. Действительно, первая леди, это всем известно в Литве. Вы знаете, у нас, я могу сказать, что больше нет певиц, которые свободно импровизируют, которые поют от и до. То есть и классические стандарты, и классический джаз, и альтернативную музыку, и импровизационную. Нету, нету. Ну, а насколько широка вот эта публика в Литве, которая вас знает? Ну, не все увлекаются джазом, я не знаю, литовские крестьяне, например, они, может быть, не слушают креативную музыку, которой вы занимаетесь? Литовские крестьяне знают меня как немножко другую, потому что я пою еще и... Я ненавижу этого слова попсовую музыку, но эта поп-музыка есть очень профессионально сделана, и я пою в Литве, и меня знают многие как певицу вообще, ну, как поп-вокалистку. Я никогда не выйду от джаза, потому что, ну, это жизнь. Восемь лет у меня было, я поступила в музыкальную школу, и меня сразу... Первый мой учитель был Чикасин. Вот давайте к Чикасину как раз и вернемся. Я Чикасина знаю, откровенно говоря, с 72-го года, то есть мы с ним очень старые друзья. Тогда мне было один годик. Один годик, да. Так вот, с тех пор действительно так получилось, что в Литве от него пошла такая поросль молодая, да? И, ну, можно считать, что Чикасин в большой степени как бы сделал джаз в Литве, хотя, конечно же, там очень много собственных влияний. Он много, он только учеников имел, и те ученики, которые были способные, перешли его в школу, и они теперь есть очень высокие музыканты. Неда, вы у Чикасина поначалу выступали как инструменталистка? Да, я, ну, я играла на флейте больше, но были уроки импровизации и на фортепиано, и на флейте, и понемножку он велел, чтобы я и пела. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА